В предыдущем уроке мы изучали о структуре молитвы. В этом уроке мы будем изучать самую главную часть молитвы, то есть чтение Ашма и Шмонайсры. Это молитва 18 благословения, которую мы изучали перед этим. Итак, чтение Ашма, оно делится на три части. И когда мы читаем эти тексты, то мы выполняем две заповеди. Первая заповедь – это заявление, что Бог всемогучий, и то, что мы принимаем его заповеди. Это мы выполняем во время чтения первого отрывка. А вторую заповедь мы выполняем в чтении третьего отрывка. Там мы упоминаем о выходе из Египта. Есть заповедь каждый день упоминать, что мы вышли из Египта, и выход из Египта – это основа всех заповедей. Это есть чтение Ашма. Читать Ашма надо и днём, и вечером. Откуда мы это знаем? Наши мудрецы учат это, то, что написано. И читайте это во время, что ты ложишься и во время, что ты стоишь. И наши мудрецы выучили из этого, что когда ты ложишься, это значит, когда люди лежат, когда люди спят. И это, в принципе, всю ночь. Всю ночь можно читать Ашма. Когда мы прочитали ночью, мы выполнили заповедь. Просыпаемся утром, есть ещё одна заповедь. Ещё раз прочитать Ашма. Потому что написано, и когда ты будешь вставать, тоже читайте Ашма. И наши мудрецы, они говорят, что на протяжении первых трёх часов дня это время, когда люди просыпаются. Что это за эти три часа? Давно была такая практика, тоже в Аллахе так. Берут длительность всего дня и делят это на 12 частей. От восхода солнца до выхода звёзд. Делят это на 12 частей. Иногда бывает, что одна двенадцатая, оно 70 минут, иногда она 50 минут. Это зависит от длительности дня. Допустим, зимой день он короткий. Выходит, что одна двенадцатая дня, оно очень короткое, там 50 минут, 40 минут. И утром, что мы делаем? Мы считаем эти три часа. Один, два, три. И в этом промежутке можно читать Ашма. Потому что в эти три часа большинство людей просыпаются. И в их время мудрецов в три часа как раз просыпались даже самые богатые люди и цари. Из-за этого так установили, что эти три часа это время, которое надо читать Ашма. После того, что мы прочитали Ашма и выполнили заповедь, то мы приходим к главной части, которая называется Ашмонайса, 18 благословения. Как из самого названия мы видим, что эта молитва делится на 18 благословений, 18 отрывок. Её структура она такова. Три первых благословения это восхваление Богу Всевышнему. Двенадцать благословений потом это просьбы, конкретные просьбы, там здоровье, заработок. И три последних это благодарение. Мы благодарим Бога за то, что он нам дал. Равшим Шампинкус, которую мы изучали в предыдущем уроке, он замечает одну интересную вещь, что три первых благословения, во-первых, каждое из благословений направлено напротив одного нашего братца. Там первая напротив Абрама Вину, вторая напротив Братца Ицхака, а третья напротив Якова Вину. И кроме этого, каждый мудрец, в принципе, он ассоциируется с одной качеством Всевышнего, как мы знаем. И выходит тоже, первое благословение, оно тоже ассоциируется с качеством Всевышнего. У Абрама Вину, то качество, которое он ассоциировался с ней, это было милосердие, он был очень добрым. Вот, это у Абрама Вину. Ицхак, он ассоциируется с гвой, оно называется. Это суд, это мужество. А Якова Вину, он ассоциировался с Тиферет, это на иврите называется. Это, в принципе, посередине между судом и милосердием. Когда мы читаем эти первые три благословения, в принципе, мы напоминаем Богу о этих трёх качествах. И, в принципе, большинство благословений, оно находится как раз в начале. Потому что эти три благословения, они дают общее благословение на всё. Но остальные 12, они более конкретные. Да? Благословения на каждой сфере специфически. Вот, если это заработок, то мы это просим Барыхалейну, это одна из благословений. Там здоровье, это благословение Рефуэйну. Вот, это конкретно в каждой сфере. И, конечно, после всего мы должны поблагодарить Богу. Это три благословения, которые мы там благодарим. После того, что мы всё это помолились, то мы выходим заряжены с многой энергией благословения. Но эта молитва, 18 благословений, мудрецы установили ей тоже время, как у Шма. Но они установили ей 4 часов. Мы считаем с начала дня, 4 часа там, 1, 2, 3, 4. И в этом промежутке мы можем молиться. Вот, это постановление мудрецов. Но если человек не успел в этих 4 часов, то он может тоже помолиться до полудня. И этим он выполнит заповедь Шахарит. Молитва Шахарит.